По Екатеринбургской митрополии продолжается крестный ход со списком с иконы Божьей Матери Федоровская. Молитвенное шествие будет продолжаться больше месяца и завершится 29 августа. Надежда Калинина присоединилась к паломникам на одном из участков маршрута. Ей слово. Уральский поселок Цементный был основан в 1913 году и сейчас здесь проживают около 6 тысяч жителей, некоторые из которых совсем скоро станут свидетелями, а может быть даже и участниками крестного хода. Выйдя из монастыря Святых Царственных Старстотерпцев на Ганиной Яме, крестный ход движется к северу Свердловской области. У поселка Верхняя Салда паломники повернут к Лопаевску, дойдут до Ирбита, Камышлова, Каменско-Уральского, Сесерти, а затем через города Дегтярск и Первоуральск вновь вернутся в монастырь на Ганиной Яме. Сотни километров с молитвой проходят в честь 780-летия обретения феодоровского образа Богородицы. Она за создание семьи, она помощница женщинам в родах, она помогает выносить ребенка, она помогает выйти замуж. Вообще у нас крестный ход за сохранение семейных ценностей. И вторая тема, которую мы поднимаем этим крестным ходом, за жизнь без абортов. Все участники крестного хода из разных городов. Наталья приехала на Средний Урал из Киева, Андрей, который несет крест, из соседнего Пермского края. Прошлой ночью участники молитвенного шествия ночевали в палатках и под открытым небом. В таком непростом пути поддерживает молитва и помощь местных жителей. Люди по-разному, в принципе, положительно. Кто-то выходит, то есть там вот шли, выносили воду, то есть было жарко, вот даже дыни дали. Рады такой встрече. Присоединиться к крестному ходу можно на любом участке маршрута. Подробно он расписан на сайте Серовской, а также и Нижнетагильской епархии. Пройти можно и короткий отрезок между несколькими населенными пунктами. Привал здесь стараются делать регулярно. Вот сейчас группа организовала передышку на окраине поселка Цементный, где скоро зазвучит молитва. Испокон веков молились на Руси, Пресвятая Богородица, спаси.